Добрый вечер, в уфере новости Курганру в студии Елена Шевпунова. Губернатор Алексей Кокорин в среду 9 декабря встретился с представителями группы ГАЗ. С руководителем дивизиона автобуса Евгением Горыниным и управляющим директором Курганского автобусного завода Александром Алсараевым. Речь шла о текущей деятельности предприятия и о той поддержке, которую ему может оказать правительство области. В этом году КАВС произвел 322 автобуса. Примерно столько же планируется выпустить и в следующем году. Для того, чтобы подстроить экономику предприятия под падение спроса и рост себестоимости, на Курганском автобусном заводе реализуется программа повышения эффективности производства. Несмотря на недозагрузку предприятия, все социальные выплаты и своевременная оплата налогов сохраняются. Один из вопросов, поднятых в ходе беседы, касался более активного продвижения техники, работающей на газовом топливе. КАВС производит такие автобусы и спрос на газомоторную технику на рынке Курганской области есть, в том числе в области междугородных перевозок. Между региональным правительством заключено соглашение с ООО «Газпром газомоторное топливо». Недавно состоялось первое совещание рабочей группы по его реализации. Определены наиболее перспективные участки для строительства газозаправочных станций для транспорта на территории Курганской области. Общий объем инвестиций в строительство газозаправочной инфраструктуры до 2018 года должен составить порядка 297 миллионов рублей. В целях стимулирования спроса на территории Курганской области прорабатывается вопрос снижения транспортного налога для транспортных средств и техники, работающей на газомоторном топливе. Среди антикризисных мер, которые озвучил Евгений Горынин, предложение по совместной проработке возможностей по дополнительной загрузке мощности КАВСа за счет привлечения к сотрудничеству предприятий малого и среднего бизнеса. На совещании с КАВС губернатором было предложено на уровне Министерства промышленности и торговли Российской Федерации заключить специальный инвестиционный контракт с группой газ в отношении КАВСа, а также выделить любое новое планируемое производство в индустриальный парк. Производство выделить в отдельное, выформить ее индустриальным парком, преференции по налогам соответствующие. И вся деятельность индустриальных парков, все деньги остаются в субъекте. То есть у нас очень в этом заинтересованы. При всем при этом можно какие-то и деньги получить при своевременной заявке с Федерации еще на развитие индустриального парка. То есть если вы уже хотите продукцию, чтобы представить, это выгодно. Надо просто использовать все эти механизмы. Подводя итог встречи, Алексей Кокорин заверил, что все предложения будут учтены. Необходимо, чтобы несмотря на кризисные явления в российской экономике, предприятие развивалось дальше. Светлана Епифанова, Кирилл Филимонов, информационное агентство Курганру. Восьмого декабря на очередном заседании правительства области был утвержден проект закона о промышленной политике. Он призван регулировать взаимоотношения между промышленными предприятиями, организациями инфраструктуры поддержки и органами государственной власти Курганской области при формировании и реализации промышленной политики региона. Полномочиям правительства области в сфере промышленной политики пополнились. Теперь оно может устанавливать стимулирующие меры, осуществляемых за счет бюджета региона, заключать соглашения с федеральными органами исполнительной власти, специальные инвестиционные контракты от имени Курганской области и другие. Формам финансовой поддержки промышленности законопроект относит предоставление инвестиционных налоговых каникул по налогу на прибыль организаций, в части подлежащей зачисление в областной бюджет региональным налогам. Как отметил замдиректор Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Сергей Горбачев, впервые на федеральном уровне появилась законодательная база для принятия закона прямого действия, который устанавливает полномочия представительного органа власти, правительства области, уполномоченного органа в сфере промышленности. Также впервые утверждаются такие понятия, как промышленные кластеры, индустриальные парки и исчерпывающие печи мер государственной поддержки промышленности, в том числе новый специальный инвестиционный контракт. Губернатор Алексей Кокорин обсудил перспективы развития областного государственного унитарного предприятия «Курорты за Уралье» с его новым руководителем. Владимир Казаков рассказал главе региона о проделанной работе и поделился планами на будущее. Владимир Казаков рассказал губернатору, что за два месяца был проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Его результаты показали, у курортов за Уралье есть большие резервы. На сегодняшний день заполняемость зауральских санаториев в среднем за 11 месяцев этого года составляет 60%. По мнению нового директора, это неплохой показатель по отрасли в целом, в том числе и в Уральском федеральном округе. Первым этапом, который мы сегодня наметили, это, конечно же, увеличение продаж. Лидером, скажем так, среди тройки санаториев является санаторий Озеро Медвежье. Там достаточно серьезная выполняемость, даже вне зависимости от сезонности, порядка 65% в целом, посложнее ситуация с Косновой Рощи. То есть там достаточно мощный имущественный комплекс, но пока, в силу определенных причин, он не так раскучен, как медведи. В лесниках у нас загрузка идет за счет, в том числе и бюджетного финансирования. То есть мы оздоравливаем большое количество детей, годных категорий, через фонды социального и медицинского страхования. Значит, эта работа сейчас продолжается. Также Владимир Казаков рассказал и о проблемах предприятия. Это, в первую очередь, большой износ основных зданий, которые негативно сказываются и на репродукционных параметрах курортов. Решение проблемы требует серьезных капитальных вложений, поэтому сейчас готовятся инвестиционные площадки с предложениями по инфраструктурным проектам. Алексей Кокорин предложил проработать вопрос по включению благоустройства санаториев в программу развития сельских территорий. Светлана Епифанова, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру». Развитие агропромышленного комплекса в этом году обсудили в правительстве Курганской области. Какие задачи стоят перед аграриями, сегодня узнаете из сюжета. В связи с рядом внешнеполитических событий аграрный год прошел в области в сложных условиях. Это удорожание материально-технической составляющей, особенно импортного оборудования, и повышение процентных ставок по кредитам на фоне снижения покупательской способности населения. К этому добавилось еще неблагоприятные погодные условия, в которых наши сельхозтоваропроизводители осуществляли свою производственную деятельность. Тем не менее, во многом благодаря совместной работе сельхозтоваропроизводителей, органов государственной власти и местного самоуправления обеспечено устойчивое развитие агропромышленного комплекса Курганской области. Основной индикатор государственной программы – это индекс производства сельхозпродукции, индекс производства сельского хозяйства. Состоит в текущем году 104%, при плановом показателе 101,5%. Основным фактором развития стало увеличение господдержки. В этом году Агариям было перечислено в 1,8 раза больше средств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее, в связи с посланием президента АРФ к Федеральному собранию, Алексей Кокорин отметил проблему, поднятую главой государства. У нас очень много земли, которая еще неотлежащим образом используется. Агент четко поставил задачу в ближайшее время разработать механизм у недобросовестных пользователей земли, землю изымать, далее передавать или в долгосрочную аренду, или продавать тем, кто нуждается по применению прямого назначения земель сельхозназначения. Перед департаментом сельского хозяйства поставлена непосредственная задача по мониторингу ситуации и ведению реестра подобных земель. Василий Малухин, Александр Менщиков, Александр Бывальцев, информационный агентство Курган-Другу. 9 декабря все России чествуют героев нашего Отечества. Эта памятная дата – еще один повод вспомнить тех, кто стал примером патриотизма и мужества не только для своих современников, но и для их потомков. 9 декабря, в День Героев Отечества, на мемориальном ансамбле воинам-курганцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, состоялся торжественный митинг. Школьники, кадеты и ветераны труда почтили память павших минутой молчания и возложили на плиты с именами солдат Красной Гвоздики. Сегодня мы в Кургане вспоминаем и в Заурале вспоминаем, безусловно, от первого до последнего нашего героя. Это герои Советского Союза, герои Российской Федерации, герои социалистического труда, потому что каждый из нас является, каждый этот гражданин является, конечно же, не просто символом. Это те люди, на которых будут равняться и наше поколение, и все последующие поколения наших граждан, наших зауральцев. Тысячи солдат отдали свои жизни за то, чтобы мы сегодня жили в мире. Они выстояли в самой кровопролитной в истории человечества войне ради безопасности своих внуков и правнуков. И хотя сами ветераны Великой войны не смогли присутствовать на митинге, слово взял пенсионер, герой социалистического труда Николай Тагирович Атаманюк. Он родился на Украине в 1940 году. В 1943-м впервые увидел советских солдат. До этого знал только немецких оккупантов. Сегодня самые страшные годы войны Николай Тагирович помнит только по рассказам матери. Она была очень голодная, я всегда хотел кушать. Она была холодная, потому что мы спасались в погребах. И я очень не хотел бы, чтобы мои сыновья, мои дети, мои внуки, правнуки, Ну и все наше молодое поколение перенесли то, что пережили мы, мои родители. Памятная дата – День Героев Отечества – была установлена Госдумой Российской Федерации 26 января 2007 года. В пояснительной записке к документу говорилось следующее. Мы не только отдаем дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих героев Советского Союза, героев Российской Федерации, кавалеров Ордена Святого Георгия и Ордена Славы. Валерия Мельникова, Евгения Волкова, Андрей Глазарин, Кирилл Филимонов, информационное агентство Курган.ру. Студенты Курганского техникума строительных технологий и городского хозяйства также отметили День Героев Отечества. Они собрались на митинг. Наша съемочная группа присоединилась к ним. Эта декабрьская дата приурочена к выдающемуся событию эпохи правления императрицы Екатерины II. В 1769 году она учредила Орден Святого Георгия Победоносца. В преддверии этого дня студенты Курганского техникума строительных технологий почтили память тех, кто когда-то обучался здесь, а после окончания участвовал в локальных войнах. Один из таких Александр Шмагановский. Он погиб 8 августа 2008 года, выполняя свой воинский долг в Южной Осетии. Подвиг героя знает каждый студент техникума. 8 декабря в актовом зале учреждения прошел митинг, на котором учащиеся почтили его память минутой молчания, а после возложили цветы к мемориальной доске, которая установлена на здании техникума. На мероприятие была приглашена и мать Александра Татьяна Шмагановская. Саша окончил училище, пошел в армию, тогда служили два года, прослужил в Свердловске 6 месяцев, это учебка. Потом их отправили в Кабалдино-Балкарию, потом оттуда в миротворческий батальон он попал и схемовал в Южную Осетию. С 7 на 8 августа начался массивный обстрел градом. Им не было даже еще приказа, чтобы они оборонялись. Они думали, что это начальство, все думали, что провокация, чтобы не поддавались на провокацию. Но потом уже, когда начали уже совсем стрелять, им дали приказ. А у них еще было оружие, только автомат Калашникова. Саша вместе со служивцами героически держали оборону, но силы противника превосходили в численности миротворческие силы России. Его должность была наводчик-оператор боевой машины пехоты. Во время боя попавший в БМП снаряд вызвал детонацию боезапаса машины. Шансов выжить не было. Сейчас в техникуме, где когда-то учился Саша, есть музей, в котором разместился стенд с именами героев, в их числе и Александр Шмагановский. Хотя официальное звание героя он так и не удостоился, все учащийся и педагогический состав считают его настоящим героем. Александр Мироненко, Александр Менчиков, Александр Карпов, информационное агентство Круганру. В последнее время в интернете можно часто увидеть сообщения о якобы готовящихся терактах в России. И эти слухи вызывают беспокойство в обществе. Данные сведения злоумышленники размещают целенаправленно. С целью отвлечения правоохранителей на объекты, не представляющих террористической угрозы. А также формирование в обществе мнения о неспособности силовиков противодействовать преступникам. Верит ли слухам в Кургане, выяснил Александр Мироненко. Подобные сообщения по оперативным данным имеют одну информационную основу. Секретные в кавычках сведения получены якобы от источников в силовых структурах. Лжеинформаторы предупреждают, необходимо ограничить походы в места массового скопления людей, торговые центры, на развлекательные и культурные мероприятия. Тревожные настроения усиливаются и хулиганскими действиями отдельных граждан. Так, 15 ноября в курганском автобусе в поселке Керамзитный был обнаружен пакет, в котором находится предмет с признаками взрывного устройства. Сотовый телефон с торчащими проводами был прикреплен к картонной коробке. Взрывотехническая группа УФСБ России по Курганской области провела диагностику предмета и уничтожила его. В результате осмотра частей обезвреженного изделия установлено, что угрозы оно не представляло. Внутри коробки находился кусок мыла. 18 ноября поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в одном из магазинов по улице Савельева, откуда эвакуировали около 100 человек. Однако никакого опасного предмета обнаружено не было. В результатах проверки установлено, что слух о террористах был подхвачен из интернета. Однако несколько жителей Кургана, передавая информацию по цепочке, наделили ее уже конкретными деталями. 3 декабря город взбудоражили слухи об одозрительном предмете в здании автовокзала, где впоследствии выяснилось, забывчивый пассажир просто оставил свои вещи. По всем этим фактам уголовные дела не были возбуждены в связи с отсутствием состава преступления. Мы решили выяснить, знают ли курганцы об этих случаях, и вот что нам ответили. Мне кажется, правда, потому что я охранником работаю в Парусе. Нас заставляют входить в Парус. Ну как вот ты смотришь вообще на эти вещи? Все равно как-то страшно становится местами. Не знаю, не слышала. Слышала, что тут диспансер сгорел, и все. Ну надо быть бдительным все-таки. Сейчас мы живем в такое время, что надо быть, чтобы ухвостур было. Нет, не слышал. Читаю новости, но не слышал. Ну как неправда? Правда? Раз теракты происходят. Страшно ходить, делаю. Да нет, нам-то что опасаться. Все в порядке, думаю. У нас все отлично будет. Нельзя легкомысленно ко всему относиться. Конечно, надо, если увидел что-то подозрительное, сообщил об этом. Ну, в крайнем случае, подстраховаться. Конечно, меня все это возмущает. Не знаю, видимо, надо людей как-то перевоспитывать, более убеждать правильно. Правоохранительные органы принимают надлежащие меры по обеспечению антитеррористической защищенности граждан. Все составляющие системы обеспечения безопасности приведены в повышенную готовность. Зауральцы, как показала практика, также проявляют бдительность и сообщают обо всех случаях угроз. Тем же, кому подобные ситуации кажутся игрой или способом привлечь внимание, необходимо помнить. Телефонным террористам за это грозит уголовная ответственность. С прошлого года статья 207 Уголовного кодекса Российской Федерации была ужесточена. Теперь заложены сообщения о террористической угрозе с причинением крупного ущерба. Предусмотрен штраф до 1 миллиона рублей, срок лишения свободы до 5 лет. Александр Мироненко, Андрей Глазырин, Кирилл Филимонов, информационное агентство Курганру. Из старого здания по улице Советско-педиатрическое отделение для новорожденных переехало в больницу имени Красного Креста. Валерия Мельникова побывала в гостях у самых маленьких пациентов и посмотрела, как им живется в новом здании. Наталья Вишнякова родила маленькую Аню в конце ноября. Педиатр спустя несколько дней направил маму с ребенком на обследование. В этом отделении они лежат уже неделю. Условия, признается Наталья, ее порадовали. Ну, больница очень понравилась. Видно, что ремонт сделан. Очень все чистенько, аккуратненько. Душевые кабинки есть, можно к мамочкам посещать. То есть все удобства есть. Отношения тоже хорошие. Все общаются с нами очень хорошо, кормят хорошо. Для удобства пациентов есть светлые палаты, душевые, столовые и молочная комната. Но в это здание отделение переехало совсем недавно, сразу после того, как ремонт больницы, начавшийся в 2009 году, добрался до этого крыла. С 2014 года был начат ремонт именно непосредственно отделения для патологии новорожденных. Было затрачено на ремонт этого отделения более 12 миллионов рублей. В том числе около 700 тысяч рублей было затрачено на приобретение новой мебели для этого отделения. Эти перемены к лучшему, уверены специалисты. И дело не только в комфортабельных условиях и капитальном ремонте, но и в возможности предоставлять качественную и быструю медицинскую помощь маленьким пациентам. Если ребенок поступает по экстренным показаниям и требуется консультация какого-то узкого специалиста, то есть это в течение получаса все организуется, нужно какое-то диагностическое обследование, проведение компьютерной томографии, допустим, или УЗИ, то есть это тоже все экстренно проводится. Там такой возможности не было. Сегодня в отделении открыто 39 мест для новорожденных, работают 7 врачей-неанатологов. Валерия Мельникова, Александр Киселев, Лидия Каигородцева, информационное агентство «Курган.рум». Следователи почти всех уральских следственных управлений выяснили, кто из них лучший футболист. В спорткомплексе имени Горбенко прошел очередной турнир по мини-футболу. На построение команды вышли без тени волнения и страха. Им не привыкать. Ведь традиционный ежегодный турнир по мини-футболу среди команд следственных управлений проводится в Кургане, начиная с 2011 года уже в пятый раз. На спортивную площадку вышли команды всех областей Урала. Это, конечно, Курган, Челябинск, Сверловск, Тюмень и Ханты-Мансийский автономный округ. Основные цели турнира остаются прежними. Здесь и укрепление здоровья, и взаимодействие, и в целом поддержание физической такой составляющей наших сотрудников. В том числе и общение между сотрудниками, между командами, для того, чтобы успешно выполнять поставленные председателем Следственного комитета задачи по расследованию уголовных дел в борьбе с преступностью. Без призов не остался никто. Среди основных – кубок победителя, кубок лучшему члену футбольной команды и даже приз для самого активного болельщика. Первыми на поле встретились команды Курганской и Челябинской областей. Игра началась с активного наступления обеих команд, однако вскоре курганцам удалось поднажать на ворота соперников и забить первый гол. Второй мяч в ворота Челябинска попал еще спустя пять минут. Два пропущенных мяча раззадорили соперника, и ответный гол попал в ворота Кургана за минуту до конца матча. Серьезный соперник челябинцы. Вообще год от года уровень турнира растет в спортивной составляющей, поэтому не так просто. Раньше было легче с ними играть, однозначно. К сожалению, в раздевалку гол получили. Это не очень приятно. Почти курьезный, поэтому, ну, надеемся, второй тайм мы свое возьмем. В финал на розыгрыш кубка вышли две лучшие команды – Курганской области и команда Ямала-Ненецкого автономного округа. Их финальный матч закончился ничьей со счетом 1-1. А вот в серии послематчевых шестиметровых ударов удача вновь вернулась к хозяевам турнира, которые со счетом 4-3 стали победителями. Павел Финников, Евгения Волкова, Андрей Глазырин, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курган.ру. В декабре во всех супермаркетах «Метрополис» стартует зимняя акция для покупателей. Главный приз – автомобиль. Подробности расскажем в сюжете. Добро пожаловать в зимнюю сказку с «Юни Левер». Это ваш шанс выиграть ценные призы и, конечно, суперприз – автомобиль. Сделайте покупки в любом супермаркете «Метрополис» в Кургане и области до 31 декабря включительно. Приобретайте продукцию компании «Юни Левер» и концерна «Калина» со специальными ценниками. За каждые потраченные 300 рублей вы получите один купон. Чем больше покупка, тем выше ваш шанс выиграть. Предъявите чеки промоутерам и получите купоны участника розыгрыша. Промоутеры работают в гипермаркете «Рио» в торговом центре «Дома» и в супермаркете «Метрополис» по улице Кравченко. Розыгрыш состоится 5 января в 13 часов у гипермаркета «Рио». Подробности на сайте зимняясказка45.рф Сделайте покупку в «Метрополисе» уже сегодня. Пусть зимняясказка «Юни Левер» станет для вас реальностью. Впереди программа «Твой стиль», прогноз погоды и реклама. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Кризис. Не, не слышал. В салоне верхней одежды «Примадонна» цены не боятся санкций. А выбор настолько огромный, что вся Европа позавидует. А Европа действительно может позавидовать. Ведь там никогда не будет такой чудной зимы, как у нас. И, соответственно, только русская красавица может щеголять в роскошных шубах из натурального меха. Совсем скоро ударят первые холода, а значит пора одевать любимых женщин в красивые наряды. Шубы из каракуля, овчины, норки, комбинированные с рысью, чернобуркой и соболем. В общем, у меня глаза разбежались, ведь любимая попросила выбрать что-то особенное. А особенное здесь все. Огромный выбор шубок. Короткие и длинные, приталенные и расклешенные. Однотонные из цветного меха. Любого размера, на любой вкус. Кроме того, в салоне верхней одежды «Примадонна» широкий ассортимент пальто и курток. Город к зиме готов. Снег уже здесь. А вы готовы? Если нет, то в салоне верхней одежды «Примадонна» лучшие шубы ждут вас. Безвозмездная субсидия на оплату первоначального взноса при покупке квартиры в ипотеку. Подробности по телефону 62-72-73. Каким должен быть автокомплекс? С кафе, баром и бильярдной. И чтобы лимузин на прокат. Проводим новогодние банкеты. Звоните 22-80-64. Сдать на права онлайн – это реально! Автошкола «Фаворит». Новинка в Кургане. Онлайн обучение. Телефон 550-642. Телесемь представляет. Купономания в Кургане. Выстригайте купоны со страниц любимого журнала и получайте скидку на самые актуальные товары и услуги нашего города. Купономания в Телесемь. Выгодно читать. Если мёрзли вы зимой, если холода, Пробирались к вам домой через щель окна, Посоветуйся с семьёй, решение прими. В доме сберегай тепло, окна заменим. Гастроном на Кирово в самом центре города приглашает вас оценить богатый ассортимент и удобство шаговой доступности. Гастроном на Кирово. Традиции, качества в новое время. Календари с фотографиями ваших близких. Отличный подарок на новогодние праздники. Закажите свой календарь уже сегодня. Типография Курьер. Время пришло. Посадить дерево, вырастить сына, дом. Кстати, дом. Кстати, БК-недвижимость. БК-недвижимость всегда кстати. Выбери себе погоду. Как это было? С 16 ноября смотри в эфире кабельного канала Курган.ру. Все сезоны реальти-шоу «Выбери себе погоду» с самого начала. Представляем систему автоматического полива комнатных растений «Плант Джинни». Умная колба сама даёт вашему цветку необходимое количество воды. Грязные пятна и лужи, которые нередко остаются после ручного полива, теперь в прошлом. Одна колба-лейка может увлажнять ваше растение в течение двух недель. Спокойно отправляйтесь в отпуск, на дачу или в командировку. Ваши цветы будут под присмотром «Плант Джинни». Всего за 599 рублей. Заказывайте набор из шести колб «Плант Джинни» по телефону 55 48 55. Очищенный от накипи нагревательный элемент вашего газового котла – залог стабильной работы системы отопления. Горгаз-сервис. Когда работают профессионалы. Ёлки-палки! Скоро Новый год! Сделайте подарок себе и своим близким с магазином «Столплит». Закажите модульную кухню уже сегодня. Индивидуальный выбор размера. Привлекательная цена. «Столплит» по-прежнему доступная мебель. Модули 3 на 3. В газете «Зауральский курьер». 40 тысяч выходов за 125 рублей. «Зауральский курьер». Выгодно, как ни крути. Десятая межрегиональная премия «Итоги года Урала и Сибири-2015». Церемония награждения лидеров в области бизнеса и политики. 18 декабря 2015 года. В резиденции губернатора Свердловской области. Организатор премии – экспертный канал «Уралпалитру». Главная премия года. Притегорские шубы в ДКЖ. Новогодняя распродажа только до 22 декабря. Фотография номер один – это воплощение ваших самых ярких новогодних фантазий. Семейные и индивидуальные фотосессии. Куйбышево 65. Телефон 42-13-70. С 8 по 14 декабря с 10 до 19 часов в ДК Железнодорожников состоится продажа башкирского меда «Пасеки Кучаевых». При покупке двух килограммов меда третий в подарок. Пчелопродукты – дегустация. Здравствуйте. С прогнозом погоды вас знакомит Ольга Новикова. Фабричные шубы из Пятигорска в ДКЖ до 22 декабря. Предоставляем рассрочку, кредит, скидки. Каждому покупателю новогодний подарок. Фотостудия «Фотография-1». Приглашают всех на новогодние фотосессии. Запись по телефону 42-13-70. Адрес Куйбышево 65. С 8 по 14 декабря с 10 до 19 часов в ДК Железнодорожников продажа башкирского меда «Пасеки Кучаевых». При покупке двух килограммов меда третий в подарок. А теперь о прогнозе ноптиков. Ночью на большей части за Уралия уходящий циклон отметится интенсивным снегом. А северо-западный ветер принесет порцию более холодного воздуха. Днем на западе региона скажется слабое влияние антициклона, благодаря чему осадки пойдут на убыль, а из-за туч неуверенно выглянет солнцем. Однако к вечеру теплый атмосферный фронт вновь постепенно накроет регион полями снеговых туч. В Екатеринбурге 0-2, в Челябинске минус 2-4, в Тюмени минус 3-5, небольшой снег. В Кургане ночью облачно, кратковременный снег. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха минус 6-8, в нем в Кургане переменная облачность, возможен небольшой снег. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха минус 3-5. Атмосферное давление будет расти, к вечеру начнет падать и составит 756 миллиметров втутного столба. 10 декабря солнечная активность умеренная, геммагнитное поле неустойчивое, возможно слабые магнитные бури. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго!